Хей, привет! Я очень рада видеть тебя у нас дома. Боже мой, мне не верится, но это Room Tour. Если честно, я сама не ожидала, что вот так вот скоро он выйдет. Я уже, знаете, просто опустила немножечко руки. Но не тут-то было. Как вы видели во влоге с переездом, мы переехали, и я готова показать вам нашу хату. Итак, начнем мы с коридора, потому что коридор это первое, куда ты попадаешь, когда выходишь из этой прекрасной двери. Что-то шумит, кажется, соседи. Итак, первое, что вы здесь видите, это белый огромнейший шкаф. Итак, что могу сказать по этому поводу? Это единственный шкаф в этом доме. Моему большому сожалению, потому что тут больше некуда ставить шкафы. Итак, открываю. Кажется, там бардак, если что, не обращайте внимания. Первое. Первое, это здесь все мои зимние вещи. То есть, вы можете заметить, что здесь кофточки, курточки и прочее, 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 потому что, ну, нет смысла мне в коридор постоянно бегать за вещами. Мне это не очень нравится, это не очень практично, плюс вещи очень объемные. Вот это вот прекраснейший отдел. Здесь находятся все мои платья, здесь находятся обувь, пиджачки, курточки и так далее. Как вы можете заметить, этого достаточно много у меня. И это при всем том, что нам еще отправят сумки родители, друзья. Я не знаю, куда мы все это будем складывать, потому что это жесть. Ну и, собственно, вот эти два ящичка, которые вы можете заметить, которые ничем пока что не забиты, но я уверена, когда здесь у меня появится мольберт и прочее, прочее, это все будет находиться вот здесь. Итак, поехали дальше. А дальше у нас зеркало, которое вы можете заметить прямо вот здесь. То есть, вот оно, прекраснейшее зеркало. Это единственное также зеркало в полный рост. Но мне нравится, что оно в коридоре, мне нравится, что действительно себя видно в полный рост, хоть оно и такое маленькое. Замечательно все видно, я думаю, что вы заметили. И здесь есть картины. Валера предложил потом эти картины заменить на картины, которые я рисую. Вот, но я не знаю, если честно, пока что я здесь нарисую. Скорее всего, это будет какое-нибудь море, песок, не знаю, может быть звезды. Ну, в общем, вы знаете, что я люблю рисовать, хоть и не умею, но люблю. Поэтому мне кажется, что это будет прикольно. Итак, что здесь у нас далее? А далее у нас вот такой вот прекраснейший комод. Честно, я не знаю, как его нормально использовать, то есть, для чего вообще он должен быть приспособлен. И я решила, что здесь у меня будут лежать сумки. Вот вы можете заметить, что здесь у меня лежит одна сумка. По-моему, это единственная моя сумка. Но я надеюсь, что их будет достаточно. И, конечно же, обувь. Пока что все, пока я не знаю, что еще можно здесь добавить. Мы приспособили вот эту вот штучку под наш чемодан. По-моему, он отлично сюда вписывается и никому не мешает. Ну, а мы поехали дальше. Итак, теперь вы на нашей кухне. Кухня очень прикольная. Вообще, мне очень нравится здесь такой вид евродвушки, потому что достаточно много пространства. Хоть и всего лишь 36 квадратных метров. Кухня совмещена вместе с залом, где, собственно, у меня скоро приезжают родители, будут ночевать родители. Здесь есть телевизор. Здесь очень красивое пространство. Куча окон в пол, про которые все меня спрашивают. И всем кажется, что мы живем в доме. Но на самом-то деле здесь вот такие вот низкие этажи, поэтому кажется, что мы в доме. Но нет, мы на втором этаже живем, если что. Итак, что мы здесь видим самое интересное? Как вы думаете, что это у нас? Друзья, вы не поверите, потому что я не поверила. Это холодильник, представляете? Это холодильник. Вот такого еще ни в одной моей съемной квартире не было. В этом холодильнике лежит салат, лежит торт, лежат роллы уже можно выбросить, помидорка, дынька, мясо Валеры. Ну и, собственно, ничего такого интересного. Ну и рядышком у нас полезный шкаф, вы можете его заметить, он закрывает трубу. Здесь мы решили хранить всякие, знаете, там, крупы, специи и так далее, потому что все-таки немножко пространства есть. Поэтому можно как-то задействовать. Кухня, если честно, не очень удобная, потому что некуда складывать ложки, как минимум. То есть обычно, да, есть выдвижные ящики, куда вы складываете ложки, вилки и прочее, прочее, прочее. Но здесь немножечко не получилось, и я при том обратила на это внимание только тогда, когда эти ложки купила. И у меня встал вопрос, а куда их кладь? А представляете, кладь это некуда. И нету места нормального для посуды, которое обычно мы привыкли вот тут вот наверху, собственно, брать. Здесь нету, конечно же, вверху никакого гарнитура, но очень красиво, очень эстетично все это выглядит. Вот эти вот бутылочки, которые здесь стоят, два прекрасных бокала. И, собственно, плита, которой я безмерно горжусь, как будто бы, знаете, сама я делаю здесь ремонт, но нет. Это была не я. Но мне очень нравится плитка, потому что здесь между плитками краска зеленого цвета. И мне кажется, это настолько продуманно, то есть настолько здесь продуманы все детальки. В этой квартире до нас никто не жил. Закончили ремонт только в августе. Ее только хотели предлагать людям сдавать. И мы сразу же пришли и сказали, окей, берем. Вот. И поэтому здесь еще пахнет новым. Видно, насколько здесь все детализировано, насколько все продумано для себя. Это прекрасно. Но, к сожалению, кухня немного, немного видно не для девушки, которая часто готовит. Но в данном случае я собираюсь это делать часто. Тут у нас труба от вентиляции. Если ее открываешь, она начинает работать. Вот таким вот прекрасным образом это выглядит. И она светится. Здесь у нас различные чаи. Вы можете заметить, что здесь вот у нас чай цитрус, чай зеленый, чай черный. Очень классно, что здесь на рынках можно купить различные травяные чаи, потому что мне они очень сильно нравятся. Ну и, конечно же, Марсакор. Ну и еще один есть отсек. Здесь у нас различные приправы. Конечно же, мы еще ничего не купили для приправ, для соли и так далее. Поэтому у меня все лежит в отдельных пакетиках. Но, тем не менее, в принципе, здесь его можно хорошо под себя подделать. Плюс ко всему, здесь у нас немного лекарств лежит. Далее, что это плита? Ну, во-первых, вот мы приспособили наши покупки, которые мы вам показывали во блоге. Ножи вот такие вот прекрасные, огромнейшие ножи. Вот честно, вот скажите мне честно, кто вообще пользуется вот такими огромнейшими ножами? Я искренне их боюсь. Если вот этим более-менее еще можно воспользоваться, то вот этот нож... Я обычно за средние ножи. Итак, здесь у нас плитка из двух отделов всего лишь, к большому нашему сожалению. Потому что, конечно же, когда есть четыре отсека, намного-намного проще, удобнее и лучше. Но так не получилось. Ну ладно, как бы я думаю, что я к этому привыкну. Нет духовки здесь, но мы хотим купить, как это называется, гриль. Мы хотим купить гриль. Но здесь есть отличная микроволновка небольшая, но она вроде как и чуть ли не как гриль. И далее здесь вот такой вот внизу шкафчик. Здесь вы можете наблюдать кастрюли, сковородки. Все это мы показывали вам во влоге в наших покупках. Здесь у нас отдел для посуды. Посмотрите, насколько она красивенькая. Конечно же, половина посуды у нас в посудомойке. Я ее специально заправила. А если быть честной, Валера, то ваши глазки не кровоточили. В общем, вот таким образом выглядит посудомойка. Конечно, маленькая. Но нас двое, поэтому я думаю, что нам будет предостаточно. И все будет окей. Ну и вот такой вот кран. С кухней на этом все. В принципе, я уже начинаю к ним приспосабливаться. Мне нравится, что очень большая столешница, на которой очень удобно резать и салаты и так далее. Поэтому все very, very good. Итак, мы передвигаемся во вторую часть нашей квартиры. Это прекраснейший диван. Просто посмотрите, насколько он красивый. Валера очень счастлив, что диван розового цвета. Да, Валер? Очень. Как бы. А еще у нас парогенератор, но он спрятан. Он тоже розового цвета. Здесь прекрасные зеленые подушки. Честно, мне напоминает эта квартира какой-то мармеладный такой домик пряничный. Потому что здесь все такое, не знаю, уютное, домашнее. Когда я только увидела по фотографиям эту квартиру, сначала подумала, блин, 36 квадратов. Это достаточно мало. А потом я подумала, почему мало? Почему мало? Когда я зашла, я почувствовала простор. Скорее всего, это за счет балкона, за счет окон в пол, которые вы, конечно же, увидите сейчас. В общем-то, диван это наша маленькая любовь. Он безумно удобный. Тут лежит Марс и игрушка, которую он почему-то не играет. Ладно, кинем туда к нему. И красивые подушки. Далее, это самая моя любимая часть нашей квартиры. Это, конечно же, вот это вот прекраснейшее место. И обеденное, и рабочее. Просто посмотрите на эти окна в пол. Об этом может мечтать, мне кажется, любой человечек. Когда ты смотришь на эти виды прекраснейшие, ты просто наслаждаешься этим настолько. Плюс у нас шикарный вид на парк. У нас, в принципе, очень красиво здесь. И вот так вот я сажусь за наш обеденный стол. Вот тут вот я монтирую. Здесь у меня стоят цветочки. Вот скажите мне, что может быть лучше? Что может быть приятнее? Здесь, вот знаете, как будто бы не квартира, а студия. Поэтому я прям с гордостью вам ее показываю. Кстати, вот такой вот плафон. Валера сказал. Знаете что? Валер, не покажи. Вы это знаете раньше, в парикмахерских были эти сушилки для волос такие. Какой в них сидишь? Это была смешная шутка. Ну и, конечно же, это телевизор, комод, в котором у нас находятся наши летние вещи. То есть, одна часть Валеры, и там плюс нижняя полка документы всякие. Ну и, соответственно, вторая часть моя. И телек. Очень нравится стенка, которая вот единственная, вот эта стена, там, где диван, который без окон, очень гармонично смотрится. Опять же, красивый зеленый цвет. Ну и, конечно же, мы передвигаемся с вами в нашу ванную комнату. Вот эта комнатка очень похожа на какую-нибудь ванную комнату, туалетную комнату в кофейнях. Я думаю, что вам тоже это откликается, вот эти вот желтые стены, плитка с черной краской между плиток, картина, которая здесь есть. В общем, мне кажется, что это очень красиво. Вот так вот здесь включается свет, вы можете заметить. Ну и такая компактная, не знаю, что это можно, как это назвать, столешница, да, стоечка такая, вот, где у нас там лежат всякие приборы. Ну и еще можно похвастаться нашим туалетом, нашим туалетом без дна, как говорит Валера. Ну и мы идем в последнюю нашу комнату. Тут, кстати, у нас балкон, если что, вот он прям здесь. Покажу вам, как там внутри, внутри вот так. О, боже, как же жарко. Вот это огонь. Наш вид из окна на зелень, просто на зелень. Прекрасно. Здесь мы спим, здесь я крашусь, вы можете заметить мой туалетный столик. Это только минимум моей косметики, конечно, сейчас очень сложно без нее, но мне ее обязательно отправят. И смотрюсь я в эти два прекраснейших зеркальца. Привет, подписчики. Тоже привет, подписчики. Я безумно была рада, что вы были со мной на протяжении всего этого ролика. Обязательно ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой инстаграм, потому что там обычно я побольше всего снимаю. Ну и до скорой встречи. Пока-пока.